Замораживать на зимний период строительство дороги Балык-Чебарскон не стали, так как благоприятные погодные условия позволяют вести земляные работы. К слову, их уже завершили на 90%. Чериной четырехполосной, осевой ограждение, двухслойный. У нас сейчас ШМА называется второй слой. Это хорошая технология, хорошие качества, она будет служить нам долго. Второй подучасток, 71-41, Олег Строй тоже начал земляные работы. На этом году погода хорошая, поэтому зимой тоже они будут работать. В данное время работа идет. Протяженность трассы Балык-Чебарскон 141 километр. На более двух километрах уже уложен первый слой асфальта. Эта трасса будет значительно шире, чем альтернативная дорога Север-Юг. Объем полотна 21 метр. Эта дорога будет второй технической категории, четырехполосная. В этом году там уже проводились на участке 2,2 километра устройства асфальтобетона. И кроме того, в настоящее время на других участках идут земляные работы. Я думаю, это тоже даст возможность крыльстанцам по югу республики добираться до Каракола. И, соответственно, будут развиваться туристические возможности нашей республики. Помимо того, что строительство ведется согласно всех международных норм, будут построены селеотводные ограждения, отбойники, мосты. Там селевые будут мосты. Раньше не было. Вот они новые. Сейчас мы планируем. И вот это осевое ограждение у нас называется. Она двухсторонная будет. Середина осевое ограждение. Безопасность движения очень хорошая. Она в международном стандарте. Второй категории она должна быть такой. Строительство дорог такого значения – это и развитие торговли, туристического потенциала, улучшение транспортного сообщения между регионами, отмечают экономисты. Транспортные связи – это экономическое развитие страны. Отрадно, что государство в последнее время уделяет строительству дорог огромное значение. Это обеспечивает и связь с регионами, и создаёт условия для логистики и перевозки товаров. Ну и, конечно, строительство трасс в туристических зонах будет способствовать развитию туризма и созданию благоприятного имиджа для нашей страны. Напомним, реконструкция дороги Балыч-Барскон началась в августе этого года, а проект реализуется отечественными дорожниками по инициативе главы государства. Госзаказа ещё и столь масштабного отечественной кампании ждали 30 лет. Надежда Усова, Тимур Садыгалеев, Аллато-24.